Вы слушаете канал GH.Club, умные часы смогут определить, что вы больны, раньше, чем вы сами это поймете. У нас есть прогнозы погоды на десятилетия, при этом спрогнозировать наше собственное здоровье даже на ближайшее будущее бывает гораздо сложнее. Тем не менее, раннее понимание того, что мы можем заболеть гриппом или COVID-19, может быть чрезвычайно полезным. Хорошая новость в том, что носимые устройства, такие как смарт-часы, могут обеспечить именно такие ранние предупреждения. Джеселин Дан, инженер-биомедик из университета Дьюка в Дариме, Северная Каролина, была частью команды исследователей, которые анализировали частоту сердечных сокращений и другие данные с носимых устройств. Системы, подобные умным часам, содержат датчики и собирают много данных, которые могут указывать на здоровье или болезнь. В рамках нового исследования ученые попросили 49 добровольцев носить браслеты с датчиками да и после заражения вирусом гриппа, а также другим вирусом вызывающим симптомы простуды. Как минимум раз в секунду эти браслеты записывали частоту сердечных сокращений, движение тела, температуру кожи и многое другое. При этом у 9 из каждых 10 исследуемых людей эти данные показали признаки развития болезни по крайней мере за день до появления симптомов. По словам ученых, такое раннее предупреждение может помочь пресечь инфекцию на начальных стадиях и предотвратить серьезные симптомы, которые в противном случае отправили бы их в больницы. Кроме того, само понимание того, что вы больны, до появления симптомов, может предупредить о необходимости изоляции, чтобы снизить вероятность распространения болезни. Однако такие носимые системы пока не готовы к работе в реальном мире, отмечает Стейси Шульц-Черри, вирусолог детской исследовательской больницы Мемфиса, штат Сенниси. По ее словам предстоит проделать много работы, прежде чем такой подход можно будет развернуть в более широком масштабе. При проведении исследований ученые закапали в нос 31 из 49 исследуемых людей капли с вирусом гриппа. При этом оставшаяся группа людей подверглась воздействию еще одного вируса, вызывающего симптомы простуды. В то же время испытания, в которых добровольцы соглашаются получить вирус, необычны, отмечает Шульц-Черри и могут быть опасны. Именно поэтому исследователи убедились, что добровольцы здоровы и не заразят других. Группа ДАН хотела сравнить данные, полученные с датчиков инфицированных и здоровых людей. При этом определение тех, кто был заражен, повлекло за собой серьезные дебаты в нашей команде, отмечает Эмилия Гжисяк, специалист по обработке данных, которая работала над этим проектом в университете Дьюка. Так, согласно окончательному решению команды исследователей, люди были инфицированы, если они сообщали не менее чем о пяти симптомах в течение пяти дней после потенциального заражения вирусом. При этом ПЦР-тест также должен был обнаружить вирус как минимум в два из этих пяти дней. При этом, исследуемые люди начинали носить браслеты еще до того, как вирус был у них обнаружен. Это обеспечило исходные данные, полученные когда добровольцы еще были здоровы. Датчики продолжали собирать данные в течение нескольких дней после потенциального заражения, при этом некоторые данные измерялись более 30 раз в секунду. Это означает, что у каждого из 49 новобранцев было до 19 миллионов записей данных, отмечает Грёсяк. После этого при помощи компьютера ученые проводили анализ этих горданных в поисках паттернов, сигнализирующих о появлении болезни. Фото.мобил.дефис.ревью.ком Для выполнения такого анализа учеными был создан специальный алгоритм, который проверял все возможные комбинации данных с датчиков в каждый момент времени. Он искал самую большую разницу между показателями инфицированных и здоровых людей. В дальнейшем ученые использовали полученные данные для построения компьютерной модели, которая в конечном итоге смогла довольно точно предсказывать наличие инфекции. При этом одна из проблем заключается в том, что многие вирусные инфекции имеют схожие симптомы. Также существует много других заболеваний, которые могут иметь те же симптомы, например, пищевое отравление, астма или сезонная аллергия. Кроме того, на частоту сердечных сокращений могут влиять вещи, которые не имеют ничего общего с инфекциями, например, физические упражнения или фильмы ужасов. По словам Бенджамина Смарра, биоинженера из Калифорнийского университета в Сан-Диего, возможно такая система однажды позволит выявлять людей, заболевших COVID-19. Подобные технологии для раннего предупреждения об этой инфекции уже разрабатываются и в других местах, но предстоит еще много работы. Потому как Продолжение истории читайте на сайте jash.club